сегодня история про то как сделать теплообменник для зимней рыбалки в палатку своими руками вот сейчас разрезал железку тройку значит вот это у нас две стенки это дно эта крышка сверху сейчас это все вместе сварю будет понятно для того чтобы не дышать газом в палатке чтобы потом не болела голова это кстати актуально в карелию ездили в октябре тоже мерзли в палатках поставить вот такой теплообменничек можно спокойно ночевать сейчас я все это сварю короб чтобы было понятно как это будет выглядеть предварительно подготовлены у нас листы но как работает болгарка думаю никому не интересно размеры потом покажу и теперь сварочная работа прошу пошли вот через час увлекательная работа со сварочным аппаратом инвертор на для чего тоже мы их накупили учитывая квалификацию мою как сварщику очень близкую к нулю мы получили вот такую вот коробку тела нашего теплообменника так здесь квадрат здесь будет горелку и конечно это кто умеет варить посмеет размеры у нас боковая сторона где у нас будут трубки 19 здесь 16 с половиной но это в общем то от балды все такие размеры сверху у нас 18 с половиной вот но больше его делать не надо в принципе сама идея как бы слегка передрана с одного подобного такого теплообменника конструкция мне больше всего понравилось на нем теперь мы вот сюда будем сейчас городить трубки но трубки будем ставить не параллельно земле а под углом чтобы наш теплообменник был без вентилятора сейчас начнем намечать как это все будет выглядеть едем дальше следующий этап дырочки от трубки но тут зависит от ширины трубки у кого какая найдется и делаем чтобы они были не ровно вот так на искать то есть они у нас пойдут вот так и выйдут внизу вот это все где-то из этого нет два ряда следующим этапом трубки у меня 22 они длиной получились немножко с выступом чтобы опять же теплообмен лучше шел теперь в эти отверстия обвариваем их и в общем то почти все потом только труба следующий этап это мы обвариваем все трубки нашего внутри цинкованная горит вот этого все тщательно обвариваем чтобы у нас газ туда не проходил но это конечно еще не тщательно только на же возникли трудности неожиданные по поводу того из чего делать трубу разнообразные трубки которые нашлись валяются тонковатый пылесос еще какая пришлось по итогу купить 5 сантиметров толщина вот и распилил ее на 40 сантиметров на 5 частей и вот тут-то возникло самое интересное как ее потом вставлять одну в другую вот начал я пытаться так разбивать не получается нифига ну кувалды вот так вот подолбить пытался ничего не получается по итогу какому пришел решение как берем горелку грею греем где-то несколько минут эту часть которую мы хотим расширить потом легкими техничными движениями пока она горячая расширяем ее до нужного нам состояния эстетика конечно хромать начинает но в общем то это не главное 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 чтобы функционал вот продолжаем ее раздалбливать лучше конечно найти что-то готово может быть даже купить потому что вот этот этап реально заморочен 700 рублей готова такая штуковина стоит если поискать полтора метра вот минут пять начали где сантиметр на два-три в общем это достаточно следующим этапом осаживаем то что лишнее мы раздалбили ну и после этого можно все это культуре немножко болгар и так мы делаем пять труб труба готова раз два три пять колен по 40 сантиметров два метра может быть многовато но если что одно можно убрать как будет лучше какой-то зонтик мастерить сверху наверно смысла нет пока туда что-то попадет она растает испарить труба готова одним словом теперь делаем ножки для того чтобы наш теплообменник находился вот здесь ножки будут следующий конструкций но как мы сделали значит сверху сверлиться мне сверху с одного бока два отверстия и взял выступ 22 сантиметра с другой стороны то же самое 22 сгибаем проволок какая попалась что вот так в 1 порцию это вставало транспортное положение это будет выглядеть вот так то смешаться они не будут в принципе можно их подкорректировать сделать повыше если горелка какая-то мощная ниже раз-два дырки сгибаем проволоку эту ну тут все просто вот мне нравится хорошо конечно когда сосед который работает сварщиком приходит и смотрит на вот эти поделки сварочные он просто тихо улыбается но очень хочется подружиться со сваркой но пока только так надо конечно что-то с этим делать потому что в швы но очень убоги но в целом функционал главное выполняет над красотой будем работать ну что все почти готово пробный пуск единственно конечно горелку может быть есть смысл помощь не использует если это будет работать несколько дней наверно напомню вот так это выглядит там но все теперь нам зимой не страшен угарный газ на рыбалке теперь осталось ее довести дома добавить красоты в смысле покрасить ну и вот убитый день итог готов теплообменник теперь зимой нам будет хорошо в палатке краска осталась от мангала вот подкрасил было покрасивше и вот так выглядит труба кому конструкция понравилась ее плюс в том что отсутствует вентилятор за счет того что внизу холодный вверх будет выходить теплый воздух вот кому конструкцию понравилось попробуйте сделать чем подобное можно конечно во многих местах что-то изменить трубе например короче кому понравилось попробуйте сделать такой же не так сложно все всем пока делайте своими руками